В условиях вхождения России в ВТО внешнеэкономическая деятельность на предприятиях выходит на новый уровень. Каким должен быть экспорт, что за форму поддержки со стороны государства и общественных организаций существует? Ведущий российский эксперт в области внешнеэкономической деятельности Петр Травинский специально приехал в Чувашию, чтобы поделиться своими знаниями с местными предпринимателями. В течение недели в республиканском бизнес-инкубаторе идут бизнес-тренинги. Курсы повышения квалификации организовал региональный институт технологии и управления совместно с Центром экспортной поддержки Чувашии. Как отмечает руководитель центра Александр Рыбаков, миссия учреждения – увеличение объемов экспорта, поддержка предпринимателей, которые еще не осуществляют экспортные операции, но планируют. После вступления в ВТО очень резко начала уменьшаться защита внутреннего рынка. И мы понимаем, что импорт будет в Российскую Федерацию только увеличиваться. Все это говорит о том, что наши предприятия должны задумываться о рынках сбыта не только внутри России, но и за рубеж. События, которые происходят на Украине, свидетельствуют о том, что, скорее всего, товарооборот с данной стороной возможно уменьшится. Если взять прошлый год, то у нас примерно 40% экспорта было именно в Украину. Это говорит о том, что в течение года мы должны еще раз предприятиям посмотреть, на какие страны стоит обратить внимание. К великому сожалению, наши работодатели и многие, которые хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью, в теоретическом плане мало подкованы. С учетом всего этого изложенного, мы решили организовать, институт вышел инициатором в этом плане, организовать обучение всех желающих начать предпринимательскую деятельность. В качестве лекторов на курсах выступают известные и авторитетные бизнес-тренеры из разных регионов страны. К примеру, Петр Травинский, эксперт комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы России. Главная цель его занятий – научить наших предпринимателей правилам работы на международных рынках. Как искать партнеров, какие риски существуют, где искать информацию по тем или иным вопросам. В этот раз особое внимание уделили вопросам налогообложения внешнеторговых операций. В соответствии с действующим законодательством, экспортеры после экспорта товара имеют право возместить НДС, уплаченный по этому товару при производстве, при изготовлении на территории Российской Федерации. Эта проблема очень сложная. Бюджеты у нас дефицитные. Налоговые органы очень неохотно возмещают этот НДС. Приходится буквально, так сказать, выцарапывать его о том, как организовать работу по возмещению этого налога, как необходимо подготовить документы. Пообщаться с ведущими экспертами в области ведения организации внешнеэкономической деятельности на предприятии пройти обучение можно бесплатно. По итогам прохождения курсов выдаются удостоверения государственного образца о повышении квалификации. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.